Я ничего не понимаю. Ну неужели я настолько плохая зельеварка, что ли? Да ну я же читала книги. Я проходила курсы. Я там посещала лекции. Я ничего не могу понять. Так, ещё раз, ещё раз. Заходим в зельеварку. Итак, мука пшеничная, масло сливочное, пудра сахарная, орехи добавляем, ну, а взрывное зелье отравление. Берём. Оно должно сработать. Всё же правильно. Я отравляю, значит, человек или зомби должен отравиться. Игорёха, давай, не подведи. И кидаю в тебя. Ну? Ну и вот ты скажи мне, что ты не отравляешься? Это я не могу понять, а? Ещё раз, сейчас попробую другое какое-нибудь. Или у меня же ещё есть запасть. Так, угу, это сюда, коровья шкурка, тотем бессмертия, полиэтиленовый пакет и пару наушников аэропод. Угу, взрывное зелье вреда, всё. Вот, сейчас точно должно сработать. Ну, смотри, вот сейчас вот это, второй Игорёха. Давай, испытуемый. Ну? Снова ничего. Слушай, я ничего не понимаю. Всё, я, я больше, я не зельеварка. Я плохая зельеварка. Я ничего не понимаю. Почему они не сдыхают? И раз. И два. Ну, пожалуйста, что-нибудь пусть с вами произойдёт. Так, ну там же есть книга. Там же есть книга наверху. Сейчас я всё прочитаю. Тут должно быть написано. Ага. Зелье прыгучесть, это не то. Почему Игори не умирают? Почему Игори не умирают? Тут нет этой главы в книге. Плохая книга. Почему ты ничего не написал в книге про Игори? Ну, как это вообще? Как я должна убивать? Как я вообще могу претендовать на звание ведьмы? Если я не могу убить банальных Игорий, да как мне с Маринкой-то сражаться тогда? Как? Вот что ты мне прикажешь сделать? Ну, ты подожди. Вот это погоди. Ты погоди. Давай начнём с того, что ты вообще комментарии подписчиков читаешь под нашими роликами? Конечно, читаю. Но только те, кто подписан на канал, естественно. Те, кто не подписан, я те комментарии не читаю. Вы все это прекрасно знаете. Ну, так если бы ты внимательно читала комментарии, ты бы увидела и узнала бы, как убить Игори. Потому что подписчики под предыдущей серией Выживания все комменты просто вот это заспамили. Смотри, как это всё делается. Так, возьмём немножко зелий регенерации. Вот так возьмём. Возьмём немножко зелий исцеления тоже. По три штучки всего лишь. Вот так, по три штучки. И сейчас давай за мной на первый этаж спускаемся. У тебя же там есть в запасах ещё немножко пороха, да? Или нет? Ну, конечно, есть. Я же это... Я тему, мне всего должно быть. Так, смотри. Тогда вот сюда выкладываем зелье исцеления и добавляем немножко пороха. Так, а топливо? Дай мне топливо! Надо вот этот стержень поставить, вот этот огненный порошок засунь вот туда. Ага, сейчас запердолим. Вот сюда. Ага, и в другие тоже туда давай. Пердоль. И сейчас у нас получается... Ну, сейчас у нас получится взрывное зелье исцеления. И давай вот сюда. А сюда взрывное зелье регенерации. Тоже немножко вот так пороха. И всё, Катюшка, ждём. Эээ, чё-то я сейчас ничего не поняла. А ты кого лечить собрался? Зачем нам зелье исцеления, там, регенерации? Я говорю, Игорь, мне убить надо. Убить, кокнуть. Берём в одну руку зелье регенерации. Подходим к Игорю. И просто бросаем зелье регенерации в Игоря. Вот и всё. Ну-ну-ну-ну-ну, погоди. Тут зелье исцеления разбрасываются-то. Они сейчас как мутантами станут. Как на нас набросятся. И нас самих кокнут, а не мы. Дай сюда, я лучше знаю. Ну ты подожди, Зельеварка, ты юная. Смотри, как это работает. Катя, берём зелье исцеления. Ни в каких мутантов они не превратятся. Смотри. Раз, два, три. Всё, хана. А... А, погоди. А я не понял, а почему? Ага. Ага. Ну, и чё ты скажешь на вот это вот? Ааа, ну это самое, а почему? Ага. Смотри, смотри. Смотри, второй Игорь, смотри. Опа, один распирдокаем. Опа, второй распирдокаем. Минус два Игоря. Просто у тебя на глазах. И чё? И этим мы зельем исцелением только что кикнули, вот это, кокнули двух Игорей. Я ничего не понимаю. Так это же зелье исцеления. Мы должны были их излечить. И они должны были поедействовать с жителями или нормальными там людьми. Так ты подожди, подожди. С Игоря же они зомби. А зомби, они как бы уже мертвы. Как на них может действовать зелье отравления и зелье урона, если они уже сдохли, можно сказать? Нежить надо лечить. И тогда наоборот всё работает. Когда ты их лечишь, тогда они получают урон, понимаешь? Ааа, ну так это же логичнее логичного. Так это нужно срочно записать в книгу. Давай, давай. Иди записывай книгу, я тебя подожду здесь. Ну как ты это могла не знать? Ну это самый большой нубосос в мире знает то, что Игоре надо зельем исцеления убивать. Это значит, я просто мало книг прочитала в этой жизни. Нужно больше читать. Тупенькая ты у меня, Катюшка. Алло. Тупенькая, да. Ау, ау. Я правда это сам только в предыдущей серии узнал, когда подписчики это в комментах написали. Но, но, но всё же тупенькая ты, Катя. Тупенькая. Ловись, рыбочка. Огромная я, огромная. Жирная, большая. А лучше, конечно, не рыба, а какие-то зачарованные книги. А то я как бы... Надо вза... Нашёл время, когда рыбу ловить, а? Наши дети там вообще. Чуть ли они с голоду умерли. Надо их скорее без... Пиздрысь не оттуда. Ну ты, 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 по-чудо, поплавок именно стало. Да, я сейчас рыбу половлю, и потом мы пойдём. Я говорю, там булочка с корицей и её новый хахаль остались на сцене вдвоём. Их нужно срочно идти, забрать домой, увезти к родителям. Давай забирай свои манатки. Опа, я, я там ботинки выбил, ботинки выбил. Так, ну ты нашла вот это время в спо... Да уйди ты с поплавка, пожалуйста. Нашла ты время... А Герман, а Герман, ты помнишь вообще Германа? Какой он был хороший. Может быть, тогда пойдём за новым Германом, я не знаю. Ну дела-то ждут, ну как ты вообще можешь рыбачить, когда наши дети страдают. Ну мы можем с тобой хотя бы один раз в жизни одну серию выживания уделить на нас двоих, чтобы время провести вместе. Не париться какими-то другими заботами. То, что там наши дети страдают так, клюёт, и... Ну чё там выпало? Наудит из поплавка, я не могу вытащить свою добычу. Вот, я о том, что мы можем хотя бы одну серию провести вместе с тобой, Кать. Я вот сегодня хочу порыбачить. Так, вместе-то называется вместе, а в итоге ты рыбачишь один, а я сижу на лодке. Ну ты можешь понаблюдать и не мешать мне, это тоже как бы считается как вместе. Просто сиди там и молчи, женщина, вот. А я порыбачу, ага. Офигенный отдых, ладно, я поехала. Ииии! Седло! Нифига себе, я седло выбил, Кать! Очень рада за тебя. Так, рыбу выкладываем вот сюда, седло выкладываю. А тут ещё одно есть седло. Ну ты чё на меня обиделась за то, что я рыбу только что ловил, Кать? Ой, всё, отстань. Ох, уж эти девушки, вот просто, просто захотел пойти половить рыбу, перед тем, как я её отведу вот туда. Кать, ну-ка тютюсечка! Ну я Катя Бумбумбулёночка, ну не обижайся ты на меня, ну пожалуйста. Ну я просто хотел немножко порыбачить, отвлечься. Ну слезь ты сральника, Кать. А чё я сижу на сральнике, тебе-то чё? Ну я просто хотел сегодняшний день провести вместе с тобой, забыть про все эти проблемы, то, что там шоколадный кекс с булочкой с корицей на сцене уже неделю тусуются, мы их забыли забрать, и про всё остальное. Я хочу с тобой сегодняшний день провести, потому что мы с тобой в реальной жизни 5 месяцев уже не виделись из-за этого, вот этого зомби-апокалипсиса. Поэтому я хотел с тобой хотя бы в Майнкрафте, ну, небольшое свидание устроить, если ты, конечно, не против. А как, ты хочешь, чтобы мы с тобой провели свидание? Я сейчас не буду это всё организовывать, это надо звонить столик там бронировать, это надо вот эту еду готовить там, одеваться, прихорашиваться, да ничего этого не будет, никакого свидания. Так ты, погоди, а зачем я тебе-то здесь? Я это уже всё подготовил, Катя! Нас ждёт уже романтический ужин с тобой! Да ладно, я не верю тебе. Ну тогда тащи своё самое лучшее платье и встречаемся, давай, возле твоего магазина одежды, чтобы через 2 минуты была там, хорошо? О, окей, договорились, я пойду сделаю себе розовенька, я чё не буду. Я уже бегу! Оп, оп! Как тебе мои новые туфельки самые красивые нашла? О, ну ты прям вырядилась! Ты смотри, как подготовилась! Это розовые туфельки, зачарованные на что-то? Да-да, они самые из новой коллекции. Новой коллекции кого? Меня! А, ну хорошо. Тогда вот иди сюда за мной, только сначала обернись, жопой ко мне встань и жопой ко мне назад иди. Жопой, жопой, да не лицом, а жопой. Да сюда, в эту сторону, Катя, ну куда ты в воду ушла? Так-так, а, ось, да? Жопу поверни ко мне! Вот, вот, да, и сейчас задом иди на меня ещё, ещё. Давай, 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 шоколадный кекс, булочка, здравствуйте, мы вас потом заберём. Так-так, да, ты где? Я застряла. Ну так выйди отсюда! А, ну ладно. Давай, пошла, пошла, пошла. Сейчас чуть-чуть налево, вот туда, 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 в ту сторону, давай. Ага, запрыгивай назад. Ещё назад. Ну! Ещё чуть-чуть назад, ещё там совсем совершенно чуть-чуть осталась в яму, главное, ты в яму упала. Спасибо! А ещё долго осталось? А Каролину-то за что? Покушать хочу просто. Всё, стой, 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 вот тут и на счёт, короче, давай так, когда будешь готова, тогда просто бери и разворачивайся, и смотри, что я тебе подготовил. Я готова, всё, раз, два, три. Оп! А, это, это, это шо, это такое, это, это что, наш романтический ужин? А ты на небо-то посмотри хотя бы! А это что за чудо природы квадратное такое? В смысле квадратное? Это шар воздушный, он не квадратный, он шар! Ну, шары, они вообще-то имеют форму круга, а это, ну, немножечко не круг, не круглый круг. Ну, тогда будем называть это воздушный квадрат, а не воздушный шар. Так, подойди вот сюда, вот сюда, к столику ты подойди, я тебя здесь жду. Так, так, что-то мне уже становится немножко страшновато. Иди садись, вот, вот здесь моё место, а вот там твоё место. Я, я честно скажу, не только я это тебе подготавливал, это подготовили все мои вот эти подписчики, мы решили сделать тебе такое вот свидание, небольшой романтический ужин, потому что, ну, мы реально пять месяцев не виделись, я вообще в другой стране сейчас заперт, не могу к Кате приехать, поэтому, ну, сейчас мы посидим здесь за этим огромным столом, покушаем тортик, попьём что-то, встретим закат возле океана, а уже после этого, как ты видишь, там есть две кроватки, я не знаю, правда, зачем они, Лера сказала то, что мы просто потом после ужина пойдём спать, вот. А, Лера сказала, это та, которой ты встречаться предложил, да? В смысле встречаться предложил? Мне подписчики рассказали, что ты, как что-то там в прошлой серии там делал, и вот предложил ей встречаться, да? Это она? Я не, не, А, всё, я понимаю, я понимаю, ты здесь меня собрал, чтобы сказать мне, что у тебя новая девушка появилась, да? Да, 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 нет, ну ты ж неправильно поняла, да, никакой я Лере не понял, ты это не предлагал встречаться, я на Лере просто речь свою вырабатывал, чтобы тебе потом сказать, Лера типа была как ты, понимаешь? Лера как я? Ну подписчики просто неправильно поняли это, я, да, 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 ну, Кать, ну мне не нужна никакая Лера, ну, в смысле, я не хочу с Лерой встречаться, я с тобой встречаю, успокойся, пожалуйста. Вот, ужин мы перенесём чуть-чуть на позже, эээ, воздушный шар. Я же знаю то, что у тебя всегда была вот такая вот мечта покататься со мной на воздушном шаре, улететь высоко-высоко куда-то в небо. И вот мы с наркоманами Петровичами решили устроить тебе вот такой небольшой квадратно-воздушный подарок. Ты это сейчас мне говоришь, да, я, у меня мечта на воздушном шаре покататься, а ты забыл, как я боюсь высоких зданий, как я боюсь каруселей, как я боюсь, в принципе, высоты, ты думаешь, что воздушный шар это самое безопасное, что могло быть? Ты же мне всегда говорила, что ты хочешь на воздушном шаре покататься, нет? Может быть, Лера тебе говорила, но я такого тебе не говорила, я везде, везде подписчики знают, что я высоты боюсь. Ну, никогда не поздно все свои страхи как бы вот это перебарывать, перебороть, вот, мы с тобой сейчас можем туда забраться и полетать немного. Слушай, нет, давай это самое, ну, мы еще с тобой тортика там не покушали, ты говорил закат встретим, давай вот закат встретим и пойдем вместе тогда покатаемся на этом шарике, я вот хочу еще покушать, пойдем вернемся к нашему с тобой. Ну, так закат-то уже совершенно скоро, вот уже солнце заходит, ну, давай тогда, ну, кушай тортик, пошли встречать закат и полетели, вот, все. Ой, слушай, да. Я наелся, например. Ой, у меня даже голода совсем нет, надо подождать еще чуть-чуть, пойдем, может, полежим там в небо посмотрим, вот так вот, ага. Кать, ну ты просто тянешь резину, пошли прокатимся на воздушном шаре, но я тоже никогда на нем не летал. Какой красивый кактус, а где ты его нашел? Мне очень нравится, он такой зеленый, в том горшке стоит. Где я кактус нашел? Это не я кактус находил. Так, закат, иди сюда, Кать. Закат, закат, да. Какой красивый закат, сейчас мы встретим закат и потом улетим в ночное, вот это вечернее небо смотреть на луну, смотри какой красивый закат, Кать. Этот закат сегодня только для тебя, это я лично солнце попросил, чтобы оно зашло в закат. Ой, как мило, при мне... Заметь, речь пропала просто. Ну вот, это очень мило, так, закат уже почти закатился до конца. Ну все, можно и спать идти, а ведь на шаре-то не покатаешься ночью, ничего же не видно. Почему ночью как раз-таки покатаешься, днем сильный вечер был, а шар, а шар-то ночью лучше летает. Короче, крылья давай на себя напяливай, фейерверки в руки бери и залетай туда на шар, и я к тебе присоединюсь. Вот так незадача, у меня вот фейерверков нет, пойдем тогда домой, там их возьмем. Так у меня есть фейерверки, подожди, вот, держи, я все предусмотрел, Кать, держи фейерверки и залетай. У тебя есть фейерверки. У меня всегда есть фейерверки. Ой, ой, я их нечаянно выпустила, ой, как так получилось. Нечаянно, правда, рука вот соскользнула на мышке прям, ну. Скажи честно, ты просто отговариваешься, потому что не хочешь забираться на воздушный шар. Ну конечно, блин, у меня сердце остановится, если я залезу на этот шарик, ну я правда боюсь высоты. Хорошо. Тогда, Кать, пройдем сюда за мной. Я просто тебе еще один небольшой подарок подготовил. Это, это уже не воздушный шар, ты смотри, это как бы и не воздушный, это как бы и не шар, он вообще стоит на земле. Ты просто смотри, что тебе нужно сейчас, Кать, сделать. Смотри, подходишь сюда. А то есть, если мы не полетим, мы не полетим этим шариком? Нет, нет, конечно, мы никуда не полетим, но если ты боишься высоты, тогда мы не полетим. Игорь, подожди, подожди, сейчас я Игоря кокнул. Вот, вот так. Забирайся вот туда наверх, Кать, давай. Так, ну это выглядит более безопасным, чем вот этот шарик ваш. Ага, и вот туда наверх тоже запрыгивай, вот туда, да, давай. Ага. Ёх, лишь бы мистер Крипер здесь ничего не взорвал, подожди. Так, это часть мероприятия? Ну, мистер Крипер никогда не часть мероприятия, сейчас подожди. Да, я вот одного кокнул и, опа, второго тоже кокнул. Мы с подписчиками продумали все наперед, мы знали то, что тебе, скорее всего, не понравится вот этот летающий воздушный квадратный шар, поэтому, Катя, вот это приспособление для тебя. Прямо сейчас мне нужно, чтобы ты дала мне отчет там от десяти до нуля примерно, как-то вот так. Давай, если ты, конечно, готова. Так, ну, ты мне пообещаешь, что со мной точно ничего не случится? Да, конечно, ничего не случится, просто будет один огромный большой фейерверк. Это машина фейерверков, вот и все. Ладно, все, давай тогда начинаю считать. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Один. И. Ноль, Катя, Гагарьевна, хорошего тебе полета. В смысле, Гагарьевна, это... Я куда полетела-то? Алло. Тут-ду. Катя, ты... Ты что со мной делаешь? Ты давай привет пришельцам. Ёб beautiful, это слишком высоко. Как спрыгнуть-то? Ну, если тебе хочется спрыгнуть, значит просто бери и прыгай. Слишком высоко, я не могу спрыгнуть Страшно вниз смотреть Ну так крылья, тогда надень ей себе Прям очень страшно, надень крылья и спрыгивай Чё ты как маленькая Зачем ты меня сюда спрятал Ну потому что если ты не хочешь На воздушном шаре летать, тогда на вот этой Межгалактической ракете полетаешь Я уже в стратосферу захожу Сейчас будет гравитация Почтайте До стратосферы ещё далеко, подожди Вот примерно так и надо бороться Со своими страхами Если ты не любишь высоту, боишься высоты Полети в космос тогда Ага Вот и замечательно Ну пока Катюха там летает Где-то между звёздами, я наконец-то могу взять И продолжить свой романтический ужин Таким как он был В начале этой серии Опа Ловись рыбка, большая И большая Маленькая мне нафиг не нужна Только большая Ииииии Баааааааааа! Тресочка Субтитры подогнал «Симон»